Здравствуйте дорогие мои коллеги садоводы. У нас неделя начинается с приятных новостей. Точнее новости эти приятные были уже в субботу, в воскресенье мы работали, но поскольку мы с Леной были на выходном, поэтому информацию до вас не довели сразу. Публикуем ее сегодня. А новости приятные вот в чем. Мы до этого могли работать с нами только курьерская доставка. В режиме курьерской доставки с 26 числа мы имеем полное право работать с открытой дверью и приглашать не более пяти человек непосредственно в помещение и в садовый центр. Почему мы имеем на это право? Мы уже неоднократно говорили, вы знаете, что у нас свой питомник растений, своя ягодная ферма. У нас 12 садовых центров, мы сетевой магазин, у нас франчайзинговая сеть садовых центров в разных регионах России. У нас есть своя ягодная ферма, которая находится в Тульской области, где мы выращиваем замечательную малину, ежевику, жимолость, то есть ягодные культуры. А, кстати, самое главное забыла, самую любимую черную смородину. То есть у нас есть свой питомник и мы реализуем в основном растения из своего питомника. Поэтому мы вас приглашаем, работаем в том же режиме, мы вас приглашаем посетить лично наши садовые центры, где вы сможете подобрать всю интересующую вас продукцию. Посевной посадочный материал, удобрения, грунты. Выбор, конечно, очень и очень богатый. Я бы, наверное, просто вот сказала шикарный. Просто чуточку поскромничала. Мы с вами сегодня еще помимо нашего режима работы разберем следующее. То есть какие вообще способы есть. Значит, конечно, это остается курьерская доставка, это самовывоз, но и личное посещение садового центра. Вы видите, не успели открыться, у нас здесь движение, поэтому слава богу, что у нас покупатели имеют возможность прийти и приобрести то, что им нужно. Теперь хотел бы ответить на ряд ваших вопросов. Вы задаете очень много вопросов по видам и формам упаковки. Конечно, вся информация представлена на нашем сайте. Ссылка на сайт всегда есть под каждым нашим видео, которое мы публикуем. Но, тем не менее, я хотела бы более подробно остановиться на каждом видео упаковке, потому что задаете вопрос, что такое капер? Показываю. Капер – это вот такой пакет, специальный пакет, который имеет такие перфорированные отверстия, в каких-то без перфорированных отверстий, но он сделан из специального такого, он не полиэтилена, а специального материала, который позволяет растениям дышать. Там находится субстрат и луковички. Вот, допустим, гладиолусы там по 10 штук, георгины, лилии вот здесь по 2 штучки, по 1 штучки. То есть находится луковичный, либо корневища растений. И снабжен вот такой красочной, красивой этикеткой. Это называется капер. Как правило, в таком виде упаковки посадочный материал приходит в конце февраля и продается до майских праздников, до второй половины мая. Потом мы уже переходим практически на все растения в контейнерах. Вот это капер. Следующая форма упаковки – это декоративная упаковка. Вот у меня два вида. В чем суть декоративной упаковки? Здесь растения. Вот пионы конкретно упакованы в такой небольшой коробочке и точно так же упакованы в пакете. Здесь находится корневище. Смотрите, уже живой пиончик просится на участок, хочет, чтобы его быстрее купили и посадили. Это декоративная упаковка. Вот такие коротенькие пиончики коротенькие и вот высокие вот такая декоративная упаковка. Как правило, так же посадочный материал в декоративной упаковке поступает в феврале, в конце января. Даже иногда мы завозим уже розы в феврале и продаем до конца мая. Потом так же у нас переходят растения все в контейнеры. Что здесь находится? В таких коробках продается декоративная упаковка. Все плодовые кустарники, розы, все декоративные растения. Давайте посмотрим, как упаковано. Вот, чтобы не повредить. Вот так. Здесь у меня древовидная гортензия, причем розовая. Обратите внимание на этот сорт. Поближе покажем. Шикарный сорт. Вы, как правило, привыкли видеть гортензии древовидные белого цвета. А это вот такая розовая красавица. Розовые огромные шапки растений будут украшать любой участок. И здесь вот такая гортензия. Уже она проснулась. Посмотрите, веточки тянутся, света не хватает. Она хочет быстрее вырасти, быстрее пойти на участок. Для того, чтобы не ошибиться в сорте, на каждом пакете еще продублировано название сорта. Это основные виды упаковки, которые у нас бывают в продаже с конца января, с февраля и вот до конца мая. Теперь мы с вами пройдем на открытую площадку и посмотрим другие виды упаковки. Какие они бывают и какие принципиальные отличия. Вам нужно не ошибиться при покупке выбри растений. Ну что же, пойдемте на площадку. Мы теперь на площадке и можно посмотреть, что и как продается. Во-первых, у нас очень много растений уже на цвету. Чудесный шиловидный флокси. Вот обожаю это растение. Если нам нужно быстро, то что затронетесь заделать в дождь, чтобы красивый, вот такой опрятный кусочек земли, незаконно сберечься шиловидный флокси. Обожаю тоже муку, но у меня об этом есть отдельное видео. Мы поговорим. Я как всегда, как только видела растения, сразу отвлекаюсь. Вот смотрите, здесь представлены растения разного объема. Растения представлены здесь в контейнерах поменьше, побольше. Емкость бывает 0,5 литра, 1,5 литра, 1,5 литра. Значит, когда мы говорим, что растения закроются в другой системе, пожалуйста, не забывайте проверять. Если вы вытаскиваете растение и у вас рассыпается ком, значит, это растение не выращивало в контейнерах. Это просто растение затронет в другой системе, которое зверским образом затолкали в пакет, либо просто в контейнерах. Вот давайте прям первую попавшуюся возьму хую. Что у меня тут под руками? Здесь объем контейнера 3 литра. Давайте посмотрим, что она сама прям будет. Но выдержать нельзя, потому что в какой-то растениях на корневой системе такие проживают, именно проживают маленькие микроорганизмы, которые дают возможность растению очень хорошо жить. Вот смотрите, корневая система растений, она просто чудесная. Понятно, что растения выращены в контейнерах. Это называется растение с закрытой корневой системой. Такие растения всегда стоят несколько дороже, но их можно брать без опаски, потому что когда вы будете пересаживать, вы занимаетесь не пересадкой, по сути дела, из контейнера, а перевалкой. Не травмируйте корневую систему, и растения приживаются изумительно. Теперь очень важный вопрос по растениям с открытой корневой системой. Вот здесь хотел бы вас предостеречь вот в чем. Очень много продают растений с голым корнем, так называемая, это открытая корневая система, либо голый корень. Вот такие растения, я бы сказала так, декорируют. Вот хорошо, что сейчас нет, ну, с одной стороны, может быть, кому-то плохо, но считаю, что для покупателей это очень хорошо. Сейчас я тую поставлю, продолжим раздавок. С одной стороны, очень хорошо, что сейчас нет вот этих стихийных рынков, стихийных развалов, когда продают подкору, когда они есть посадочные тяги, как правило, на 50, а то и на 70% это гербарий, потому что растения просто вот в пакет засунули, прям запихнули, водичкой сбрызнули, и мы с вами бежим и это покупаем. Пожалуйста, поэкономьте ваши деньги, покупайте правильный, качественный посадочный материал. Растения с открытой корневой системой должны храниться надлежащим округом. Это очень такой стандартный предмет, когда растения с открытой корневой системой, он имеет право на жизнь. И у вас есть возможность проверить корневую систему растений. Если вы не можете проверить корневую систему растений, в каком случае вы не можете это сделать? Когда растения еще бывают вот так, не просто большой пакет от мусора и водичка с грудью, а еще делают индивидуальные пакеты, пока тоже голый корень и засыпали торфом. Не нужно вестись вот на эту дешевизму. Вы не можете посмотреть растения с открытой корневой системы, оно там именно такое. Растения вот в этом санкологом пакете корни начинают подкрываться, подгоневать. Либо просите, чтобы, если уж вам очень хочется купить такое растение, просите, чтобы вам вытащили его из пакета, чтобы вы могли проверить корневую. Как проверить корневую систему? Обязательно попросите продавца, чтобы вам сделали срез на корни. Если вы увидите на срезе корешочек белый или светловатый такой, все, растения живые, хорошие, здоровые, можно купить. Если вы увидели, что растения черные срезы или темно-коричневые, корни сухие, все, гербарий, сразу отправляем в помойку. Еще очень плохо, когда растения начинаются с таких пакетов с полым тонем, когда начинают уже не просто вегетировать, а даже зацветать. Вот это нехорошо для растений. Поэтому, видите, это бегло. Для цветения нужно очень много сил, а нужно очень много здоровья. И растения вытягиваются из корни и отдают на верхнюю часть. Здесь тоже такие очень важные моменты. Сейчас я вам покажу на примере нашего хранения, как должны храниться именно растения с открытой корневой системой. Конкретно, просто сначала, что вы покупаете. Значит, если вы покупаете малину, вот здесь нужно четко понимать, надземная часть малины вас интересовать вообще не должна. Вас должна интересовать только хорошая корневая система. Если вы увидели, что корневая система здоровья, шоколадная, вот такие пашни-маленькие, белые перешечки, смело спокойно берите. В верхней части и мазажные малины, либо традиционно, она все равно отомлена, она вам не нужна. Ориентируется только на корне. Итак, вспоминаем с вами, что корневая система растения должна быть упакована в субстрат хороший какой-то. Могут быть отвилки, это может быть коза, это может быть любой какой-то. Очень хорошо пролита водой. Мы еще у себя проливаем средствами, которые обеззараживают растения, дают возможность хорошо пролиться. Но это уже наши маленькие секреты, чтобы вы получили хорошее качественное растение. Пойдемте, покажу, как мы храним растения в социальной системе, чтобы вам не ошибиться. И еще несколько советов. Если вы заказываете по интернету, курьерскую доставку, самовывоз, либо даже сами, когда пришли, если есть возможность, у кого есть свои пиконии, обязательно спрашивайте производителя. Если вам пытаются продать растения, вот по ЦФО, растения из южных регионов, оно может быть переживет. В зиму может быть переживет. И вполне возможно, что будет какая-то вегетация, какой-то путь. Но старайтесь приобретать растения, те, которые будут растения в вашей зоне. Допустим, не рекомендую брать южные растения на север, но вряд ли они там будут хорошие. Кто-то будет со мной дискутировать и скажет, «А, я брал растения в Краснодарске, и у меня получили шикарные розы». Я даже не буду оспаривать, вполне возможно, такое может быть. Но это не долгожители в салоне. Все должны для себя понимать, считать свой бюджет, особенно в нынешней ситуации, и понимать, какие растения вы покупаете. Не стесняйтесь спросить у продавца. Либо документы попросить, либо просто спросить, кто производитель. Вот по плодовым однозначно скажу, лучше российских саженцев я еще не видела. Никакой импортный посадочный материал не сравнится с плодовыми ягодными деревьями и кустарниками. Только российским. По декоративке, да, мы европейским наступаем петонникам, но тут тоже нужно смотреть. Есть польский посадочный материал, достаточно невысокого качества. Есть голландский, шикарный, высококачественный посадочный материал. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Вы не так узнаете, откуда, кто производитель, и уже после этого делаете вы. Ну что же, от слов к делу. Это я вас совсем уже заболтала. Пойдемте покажу. Вот смотрите, здесь так у нас хранятся плодовые деревья. Геннеди, сюда покажи. Вот так хранятся плодовые деревья. Это опилки, очень влажные, пролиты хорошо водой и пролиты специальными препаратами. Вот так у нас хранится малина. Это как раз открытая корневая система. Ну давайте первый попавшийся прям возьму. Даже не знаю, какой сорт. Ну давайте вот этот поближе. Пролита, как вы видите, очень-очень хорошо. Вот о чем я говорила. Смотрите, вот эта сухая палочка, на нее внимание обращать не нужно. Она вам не нужна. А вот у нас с вами почки. Это о чем говорит? Вы знаете, какой хороший корень. И вот на почке проснулись. То есть это хороший, здоровый корень. Вот такую малину совершенно спокойно покупайте. Вот эту верхнюю часть вы все равно обрежете. Вам нужна корневая система. Вот, влажная, хорошая, здоровая. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Ну вот, дорогие мои коллеги садовые, мы с вами посмотрели виды и форму упаковки. Напоминаю, мы открыты для посещений. У нас есть свой питомник. Мы продаем очень много растений своей ягодной фермы и свой питомник и декоративных растений. В этом году у нас закладка маточника роз. Часть мы заложили в прошлом году, часть закладываем в эту. Так что в следующий год уже у нас будут с вами свои розы. Обращайтесь в наш садовый центр. Мы рады вам всегда. Наши двери открыты. Но не более пяти человек в торговом зале это относительно Туны и Тульской области. В других регионах ориентируемся на местную законодательную базу. Курьерская доставка остается, самовывоз остается. Все наши контакты находятся под этим видео. А, кстати, еще забыла. Многие говорят, что же вы отправляете нас на сайт, когда там написано все расходится. Это вполне естественно, что растения окол в декоративной упаковке в каркерах имеют смысл распродаваться. Потому что мы приобретали посадочный материал и заказывали его еще осенью. И заказы ваши принимались 1 ноября. Вы обязательно найдете сорт, который есть в наличии. Топовые сорта безусловно все расходы, но выбор еще очень-очень большой. Смотрите нас на страницах Одноклассников, ВКонтакте, в Инстаграм. Мы всегда вам рады и открыты для общения. И, конечно же, я вам желаю здоровья, хорошего солнечного настроения, хорошей вам трубоспособности на предстоящих майских праздниках. Заряжайтесь позитивом, хорошим настроением и вперед!